привет всем здравствуйте мои дорогие сегодня у нас будет вот такой вот неординарное видео вот хочу показать вам какой у меня в доме сейчас беспорядок потому что я спаковываю вещи вот спаковываемся мы потому что нам выделили дом и теперь у меня будет свой собственный дом которого я буду все время то есть уже никакой лендлорд никакой хозяин тебе не скажет что тебя переселяют тебя ты должна переехать на другое жилье потому что у тебя закончился контракт либо хозяин решил продать твой дом вернее дом в котором ты жил и таким образом вы обязаны найти либо другое жилье есть сроки в которые вы обязаны выселиться так вот мне государство выделила дом большой красивый новый построенный дом с нуля и буквально уже завтра я получу ключи поэтому я начала успаковку мне мои друзья помогают вот такой вот большой огромный бардак у меня теперь здесь вот в комнате здесь я уже освободила полки вот по идее почти да вот такой бардачок потому что все это уже в таком рабочем состоянии все успаковывается вот в ящике там в комнате сейчас я попробую перейти показать вам в комнате какое там у нас движение вот я полочки только с орхидеями еще остается потому что пока я их не буду никуда перевозить они приедут в последнюю очередь на новое жилье вот уже когда я буду в новом доме я обязательно вам покажу сниму как выглядит дом изнутри мне выделили дом в котором будет три спальни соответственно к нему же есть sitting room это большой зал там же есть кухня с со столовой вот там довольно таки просторный задний дворик на котором можно будет сделать я планирую там достроить такой sunroom солнечную комнату где у меня будут располагаться мои орхидейки вот ну и буквально вот к слову да об орхидеях тут у меня вот на буквально на карнизе да вот висит вот такая вот целая цепочка орхидеи шик вот друг за дружкой и с этой стороны как вы помните этот у меня цимбидиум каскадный который вот нарастил вот такие вот цветоносики и мы уже распускаем цветочек тяжело правда не не видно против света но вот и тут у нас тоже наращивается уже бутончики делятся так что я вам покажу когда он уже распустится но сейчас речь не об этом сейчас речь о большом переселении ну вот мы зашли в зал в комнату и вот тут так все выглядит вот шкафчики я уже освобождаю от книг вот тут меня еще полный шкаф книг но эти книги все уйдут к моим друзьям это русские детективы там у меня есть немножко классики но вот это мы сделаем уже эти книги отслужили свою службу перечитанный по пять по шесть раз и естественно теперь уезжают к новому владельцу ну вот везде ящики коробки везде все спаковывается вот некоторые книги может спаковали в магазин потому что тут очень много кухни и вот так вот выглядит теперь мой мой зал моя комната мои цветущие девочки перешли сейчас они поперемещались кто куда потому что некоторые на кухне некоторые вот здесь у нас остались вот вот здесь у меня тоже видите и вон зацвела моя бурагиара нет это не бурагиара это у нас ой как скажите белара белара вот она какая красивая большая крупный такой цветочек у нее прям косил красивущие огромные цветы но сейчас речь не об орхидей как там тоже у меня видите они висят на карнизе вот одна и другая но речь не об этом сейчас речь идет о моем переселении вот там за окошко моя машина новая которая тоже не в этом году поменяли и вот вот такая у нас теперь картина так что будем переселяться спаковываться складываться и будем переселяться конечно это очень такие хлопоты приятные но скажу мне тяжело с моей ногой потому что я все еще в гипсе вот все еще гипс у меня на ноге вот захожу вот с таким вот стульчиком потому что этот стульчик очень не помогает двигаться на костылях очень сложно потому что они неустойчивые а так по идее этот стульчик мне в помощь такой я с ним гуляю с хожу вот как то так вот ну спаковываемся спаковываемся и завтра у меня встреча назначена на 1230 и я думаю что уже в это время где-то к часу дня я смогу вам уже показать свое жилье то есть новый дом который мне выделила государство а пока что сейчас ко мне приедет моя подруга и будет не помогать все это упаковывать дальше вот так что как то вот так а это у нас кухня тут тоже все в рабочем состоянии ну правда и сушка у меня все но я тоже здесь спаковывать вон полочки уже все пустые у меня вот только орхидейки я оставила потому что они уедут у нас в последнюю очередь вот тут у меня на столе немножко цветущие стали здесь я переставила надо будет их компоновать цветущие все в одно место но пока я не трогаю потому что хочу чтобы наконец уже увести основную часть вещей которые у меня есть там освободиться место потом в той в том доме есть большая светлая комната в которой будет это в по идее западная часть да то есть солнце будет во второй половине дня и там для орхидей будет очень даже хорошо потому что утреннее солнышко вот у нас сейчас видите освещает кухню здесь у меня восточная сторона солнышко восходит именно здесь и очень хорошо орхидей комбон на той вот на том столике вот там где они были видите там им очень даже хорошо потому что солнце светит светло но не жгут не жгучие ну а здесь около окошко тут им сам бог велел я окошко затянила я вам расскажу и покажу все это обязательно как я сделаю в новом доме потому что это очень важно содержание орхидей но не обращайте внимание на столе у нас тут бардачок в принципе не очень-то но там тоже спакованы некоторые некоторые вещи которые я уже начала упаковывать для орхидей там есть пустые стаканчики пустые бокальчики которые я сажаю своих девочек ну вот вот такая картина у меня теперь в доме ну вот если помните я вам показывала цимбидиум который зацветает который выпустил 8 цветоносов и вот теперь он уже начал распуск своих бутонов вот у нас есть значит вот этот на подходе этот уже распустил все свои цветочки на нем четыре только было вот вот он такой красивый он распустил только первый цветонос вот второй на подходе у нас вот прям уже розовеют бутончики здесь у нас тоже вон какие высокие красивые вот будет такая красивущая шапка розовых таких розово-малиновых цветов ну и желтенький продолжает цветение вот как вы видите он уже заканчивает но он цветет уже месяц 4 недели сегодня вот здесь у меня есть еще одна красота красавица будет это love это любовник у нас да вот это love and он будет у нас буквально вот наращивая такую красивую веточку распустят а тоже вам все покажу здесь у меня картина немножко другая здесь у меня мастерпис сбросил цветочек и наращивает бутон здесь у нас есть анаконда анаконда тоже наращивает было у нее два цветочка сейчас она дороги дорастила бутончики там тоже у нас будет вон два таких красивых тянутся к лампочке к свету цветоносы там у меня кстати наверху вот если видно да вот такие длинные удочки нарастил сезам тоже ждем его цветение ну и тут продолжается то что у меня было некоторые цветочки уехали к моей подружки потому что у нас было в доме несколько дней холодно так как отопление закончилось и было прохладно довольно таки прохладно но я скажу что цветы любят такие перепады температур такие резкие днем я немножечко подогревала ну два дня буквально не было отопления за два дня у нас вот такая вот картина и вот тут еще есть у меня видите какая тоже удочка потому что привет всем привет мои дорогие ну вот это то что я вам обещала показать это мой новый дом я буду здесь жить вот эта кухня это здесь уже постелен пол пока линолеум это как у них так так и заведено так принято вот кухня и как они называются туалет они называют это батрум но это туалет тоже постелено вот вот такой вот у нас цвет будет вот здесь вот вот это мой задний дворик здесь я планирую достроить солнечную комнату где будет орхидей вот такой цвет будет у меня на кухне вот он такой светлый серенький очень красивый сам по себе цвет и подходит под цвет основной окраски то есть основная окраска такая светло-светло бежевая честно говоря я этот цвет очень не люблю потому что все дома которые идут в аренду в ирландии они почему-то все в этом цвете но это пока только на полгода потом этот цвет можно будет поменять тут вроде как ой сейчас секунду не фокус не фокусируется почему-то вот отопление в доме отопление включено и 18 градусов как бы но дом очень теплый мы вот вошли открыли дверь в доме прям вот тепло тепло прям вот нормально такое вот приятное очень приятное не жарко во всяком случае вот рамы темно-коричневого цвета на окне вот такой вот я прошу прощения за такое качество видео потому что вот как вы видите вот здесь вот да вот в этом проеме здесь будет плита наверху там есть уже фильм отдушина то есть уже есть где можно будет открывать вот эта дверка вот это открывается вот это вот секунду вот это средняя дверка на открывается там есть вытяжка так что вот плита будет здесь вот тут под умывальником там тоже есть проем туда можно поставить либо стиральную машину либо можно поставить туда я планирую поставить туда моющую машинку для посуды посудомойку вот здесь у нас вот стена свободная то есть сюда на эту стеночку я поставлю у меня есть мои такие личные полочки шкафчики туда можно еще добавить чтобы вот как бы для одного скажем так для меня для одной даже для семьи из трех четырех человек этого вполне достаточно кухня довольно такая просторная здесь есть ниша вот эта ниша которая с левой стороны вот вот это вот ниша это для холодильника но я свой холодильник поставлю в эту нишу вот здесь вот он будет стоять потому что у меня большой холодильник и он в ту маленькую нишу не поместится а там я планирую вот здесь вот в этой нише которая под холодильник уже сделано я там планирую поставить наверное маленькую морозилку и сверху будут полочки на какие-то там вещи ну либо посмотрим как там будет со временем вот еще раз вернусь во дворик вот здесь будет у меня такой довольно просторный двор там в углу, не знаю с какой стороны еще я планирую поставить такой небольшой сарайчик чтобы можно было какие-то инструменты сложить туда, тем более садовые инструменты здесь можно сажать все что хочешь то есть абсолютно любые растения можно сажать, можно делать если хочешь отделяй себе кусочек делай цветник но у меня есть несколько кустов смородины, наверное я посажу два с одной стороны там в углу можно будет посадить малину потому что это восточная то есть вот это окно это западная часть то есть этот вот западная и здесь солнышко будет после двух часов дня то есть видите освечивается та стена вот там видно когда, да? вот солнышко оттуда с восточной стороны падает сюда так что можно будет под одной из стенок сделать либо с правой стороны, либо с левой можно будет сделать какой-нибудь либо цветник, цветы посадить я так много не хочу как бы рассаживать потому что я планирую достроить вот где окно заканчивается вот здесь вот, да? вот эта стенка точно так же я хотела сделать вдоль как бы от стены до стены но не получается потому что там у нас стоит я вам покажу сейчас там стоит специальный такой блок который работает на отопление поэтому я сейчас не могу устроить так, как я хотела то есть мне придется его укоротить но я сделаю его такой более квадратный вот поэтому на достройку нужно будет разрешение самой организации компании, которая занимается которая выделила мне этот дом то есть я сделаю заявку и буду ждать на разрешение вот ну а так потихонечку можно уже облагораживать можно обустраивать этот дом вот с этой стороны, кстати вот с правой стороны под этой стенкой можно полностью там и малину посадить можно и какую-то сирень в уголочке и кстати магнолию магнолия пойдет у меня вот с левой стороны в уголочке вот тут вот я там посажу магнолию значит с правой стороны будет гараж сарай вот ну вот пока такие планы сейчас я вам покажу еще вторую комнату ну как бы другие комнаты которые в этом доме есть ну вот здесь такая ниша вот эта ниша и здесь я посмотрю что тут надо будет либо полочки мы поставим эта ниша специально под холодильник как я сказала раньше но там наверху полочка есть такой маленький какой-то там сторич вот здесь шкафчики очень достаточно довольно просторное достаточно места для всего как для маленькой семьи скажем так очень даже хорошо ну тут не только для маленькой тут вообще для семьи достаточно и места и всего абсолютно я уже измерила сколько мне надо какой большой какую большую плиту мне нужно 60 сантиметров наверное это стандартное вот и посмотрим как дальше да обследовала я маленький туалет там нельзя поставить стиральную машину потому что там нет отвода на воду так что машина придется поставить машину вот здесь вот вот тут есть как раз у нас видите тем более полгода я не имею права тут ничего переделывать ничего переставлять перестраивать вот поэтому вот как-то так пока еще это кухня это вот даннингром это столовая здесь можно поставить большой стол стулья ну я буду ставить маленький стол на 4 стула только мне не надо большого ой потерялась вот поэтому это пока время на мой стул это маленький на низу на первом этаже у нас тут есть маленький туалет с умывальничком вот пока только так потом я поставлю здесь есть отопление и есть у нас такой вот маленький умывальник помыть ручки если кто-то в гости зашел чтобы не бегали наверх здесь тоже очень удобно вот для гостей особенно вентилятор работает и вот сюда я поставлю маленький шкафчик вот в этот уголочек ну все когда все когда оформлю все вам покажу но это пока вот только на первый взгляд здесь у нас такая вот подсобная дверь тут подсобка сделана специально под отопление сейчас я вам включу и посмотрите это коридор выход из кухни в коридор и это центральная дверь на улицу вот и лестница наверх на второй этаж сейчас я все покажу потихонечку постепенно здесь у нас есть дверь в зал вот при входе сразу комната в зал я вам сейчас все покажу только мне надо передвигаться потому что я передвигаюсь вот со стульчиком со своей сломанной ногой двигаемся так пока поэтому сейчас открою покажу ну вот здесь такой стоит большой аппарат который делает нам отопление там все эти датчики все это запрятано вот и такая вот штука большая такой большой какой-то бойлер не знаю что это вот это отопление отопление которое называется воздух до воды то есть оно забирает воздух с улицы обрабатывает каким-то образом вода оседает в накопителе и таким образом идет образовывается газ при обработке вот этого воздуха и этот газ обогревает потом весь дом вот это вторая дверка здесь такая небольшая небольшое пространство между вот этим вот бойлером там можно поставить какое-то ведро со швабрами можно полочки сделать на обувь например или можно там поставить вешалку на одежду в которой люди приходят к примеру гости да что можно было сразу одежду повешать где-нибудь но я посмотрю я продумаю как это сделать и так у нас тут вход в зал вот входная дверь да как я вам показывала а это вот вход в зал в комнату а тут у нас коридорчик на кухню вход туда вот туалет и лестница наверх на второй этаж на втором этаже есть три спальни и такой небольшой вот холлвей как они называют да то есть коридор который а еще лендинг называется она которая соединяет комнаты там же есть центральная ванная большая центральная ванная но там будет снято видео и я постараюсь либо присоединить то видео потому что я не могу подниматься наверх так как у меня нога больная пока еще либо потом со временем когда я уже обустроюсь я вам покажу уже полностью весь дом это пока вот сейчас так сегодня у нас вот как освечивается хорошо комната видите солнышко прямо с этой стороны весь полдня солнце с этой стороны будет то есть с центральной двери вход спальни это будет освечиваться солнышком как бы полдня первая половина и вторая половина переходит туда в сторону кухни сейчас зайдем в зал ну вот это зал он где-то приблизительно три с половиной на 2,70 мы уже измеряли вот такой вот зал здесь можно будет наверное здесь отопительный этот нежелательный сюда телевизор телевизор быстрее всего пойдет на эту стену тут у нас есть включатели и вот на эту напротив окна вот сбоку с правой стороны на эту стену пойдет телевизор везде во всех комнатах есть вот эти голубые видите обтянуты пленочкой это алярм систем как они говорят на дым на всякие разные возгорания на все это каждое это ну и вот большой такой радиатор вот вход с лестницы здесь получается комнатка три вот окошко на три тут вот дверь вот это вид коридорчик вот тут входишь это три на четыре будет три на четыре это будет четыре на пять ну или на четыре с половиной скорее пять и вот туалетик туалетик ну привет еще раз вот у нас такое большое перемещение вот сложила только часть орхидеи сложила все упаковала в ящике приготовила для переезда завтра у нас будет машина и мы завтра перевезем эту часть орхидей там уже будут стеллажи и завтра часть переедет это еще остались которые я не упаковала потому что они цветущие высокие нам нужны высокие ящики завтра только привезут вот моя красоточка которая помните я показывала всем беленький беглипчик вот там открывается потихонечку у нас даже не знаю что это она розовенькая с такой персиковой губой очень красивая девочка тоже ну это два цветочка радует меня тоже на кусочки цветоноса но у нас растится еще один вот какой молоденький боюсь чтобы только с этим перемещением у нас не поломались цветоносы потому что я как заметила там у меня сезам два огромных таких красивых цветоноса нарастил вот так что буду стараться так чтобы нигде ничего не поломали мои цимбидиумы там они вон они там далеко далеко вот они вот я их тут вот и покажу вам потом еще один который распустил уже один цветоносик ну еще три на подходе ну вот это тот каскадный цимбидиум айс каскад который я вам говорила видите вот уже первый цветочек открывается на втором цветоносе ну и у этого осталось буквально вот три максимум четыре бутончика вот он такой красивый очень ароматный пахнет прям таким жасминчиком свежим ну а у меня уже вот полочки пустые в комнате которые были вот все освободило здесь немножко вещей остались но машина моя швейная вот и так по большому счету диван нужно будет убрать и вот полки уже почти все пустые все это практически уже на ходу так что еще пару дней ну какую недельку и я уже перееду еще одна хорошая новость я сейчас я вернусь на цимбидиум к нам да вот так вот так будет лучше так я в четверг уже еду снимать гипс посмотрим что скажет доктор потому что очень волнуюсь хочу чтобы он снял гипс сказал все ты можешь ездить и можешь ходить я честно говоря так устала за этих полтора месяца кажется что вот прошла прошло не полтора месяца а какой-то целая вечность от того когда я ходила нормально двигалась и как у меня нога сломанная вот прям тут честно такое впечатление что месяц наверное этот выдался мне полугода хотя по большому счету это полтора месяца после операции в гипсе оно сложно очень я вообще очень активный человек я привыкла двигаться я привыкла что-то делать я привыкла носиться вот наверное потому я и упала сломала ногу что я слишком активно все это делаю да ведерко я опять одела потому что водичка капает ну вот такая вот у меня теперь красота ну все девочки я вам уже покажу тогда как у меня продвигаются дела в том доме мне пообещали очень красивые стеллажи для моих орхидей так как там готовится не сейчас конечно я только через полгода буду иметь возможность построить достроить там солнечную комнату но уже стеллажи приедут во вторник очень красивые под стеклом там такое специальное стекло которое не бьется которое плотное не прогибается это были стеллажи под книги по большому счету вот а сейчас там будут расположены мои орхидейки ну все тогда всем пока-пока ждите моих новых видео уже с новым домом уже в новом доме я обязательно всем покажу как я обустроилась как я все сделала ну а пока мы будем перемещаться пока суть до дела придется нам пересаживать много орхидей потому что я посмотрела очень у многих наросли большие большая корневая система у многих листовая масса наросла поэтому те горшочки в которых они сидели стали им малы так что будем с вами и пересаживаться и будем с вами уплотняться и будем обновляться потому что есть такие орхидейки которые надо омолодить потому что у них уже прям вот и воздушных корней много и внутри в горшочках много так что будем с вами встречаться почаще все всем хорошего настроения всего самого-самого наилучшего пока-пока пока пока-пока пока-пока